Мы собираем разные отзывы о отдыхе в Лазарьском. Скажите, что вас не устроило? Третий день здесь, что вас не устроило? Не устроили задранные цены. То, что черешня везде стоит 200 рублей, здесь 350. Колесо обозрения стоит 600 рублей здесь. У нас в городе оно стоит 300 рублей. Какой высоте у вас в городе? Я имею в виду колесо. Колесо, оно выше, чем это. Нет, это самое большое в России. Ну, сколько оно у нас? Оно у нас новое, даже не скажу сколько. Некоторое в аквапарке. А в каком аквапарке были в новом? Или в морская звезда? Или научилась? Да, звезда новая. Как, понравилось? Ну, для детей, для девятилетнего в городе можно стоить, да? Ну, нормально, там более-менее. То есть там понравилось? Да, по ценам нормально. Ну, детская еда, конечно. Сколько аквапарк сейчас стоит в морской звезда? Тысяча двести. Ну, хотя бы вот аквапарк вас устроил. Одесса, что понравилось. Всем привет! Число подписчиков на канале каждый день растет. Поэтому я чувствую себя просто обязанным давать какой-то полезный контент и знакомить вас с Лазаревским. Сегодня я покажу вам центральный пляж Лазаревского, что напротив всем известного отеля Прибой. Посмотрите, какое количество людей здесь сегодня находится. Работает спасатель, кафе, где можно перекусить. Дальше пляж Айрари отеля Прибой Спа. И дальше я вам покажу очень интересное место, которое стало привлекательным и действительно тем местом, которое хочется посетить. Это туристическая достопримечательность Пирс. Центральный пирс Лазаревского. Типа, вы знаете, у нас было раннее бронирование. Давайте так, жизненная ситуация сейчас будет. А чтобы вас было видно, я прошу сюда вот просто встать, чтобы солнце не перебивало. Не, ну просто сюда вот встанете, и вас будет лучше видно. Нет, просто нам как это все рассказать? Спасибо. Расскажите, даже очень полезные туристы будут. Мы приехали из города Смоленска сюда отдыхать. С ребенком? С ребенком, да. Ребенку год. Готовились к поездке заранее, за полгода. То есть и бронировали тоже рано. Как бы гостиницу и все остальное, гостевой дом. Ну и так получилось, что через неделю, ой, за неделю, когда нам нужно было уже ехать в Лазаревское, решили уточнить какие-то моменты по поездке. Выяснилось, что хозяйка просто о нас забыла. А вы приехали, а ваш номер занят получается? Нет, не успели приехать, просто уточнили. Как бы вот мы выезжаем такого-то такого числа. А бронировали как вы, где вы нашли? А бронировали на сайте на море. На море, да? Да, на море. А как-то они несут ответственно из вашей брони сайта? Я не знаю, внесли предоплату, то есть нам выслали фотографии, показали все, как бы мы согласились, все у нас устроило. И через неделю нам выезжать. Я думаю, уточню, нужно ли брать с собой полотенце. Будет ли в номере, чтобы не тащить лишние вещи. И хозяйка гостиницы сказала, ой, а где вы? А вы там это, а вы там то. И нас не нашли. В итоге, благо, что она побежала через дорогу у соседа. Скандалом почти. Да, потому что я начала ругаться, что как это так. Мы бронировали в мае, планируя поездку в июле. Вот. И она нашла своего соседа, который согласился по этой сумме. Хотя изначально тоже начали вот такие вот, так сказать. То есть тут совет будет туристам следующий, что нужно перед выездом все равно позвонить лучше, да? И вот именно, что убедитесь изначально как бы перед отъездом. Хорошо. Вот эта рубрика у нас все-таки совета туристам. Что еще можете порекомендовать Лазарьце? Может быть на колесе катались, понравилось? Ну, мы, у нас маленький ребенок. У нас, я изначально, у меня ребенку год. И я планировала, что это будет море, гостевой дом. Море, гостевой дом. Как бы, между прочим, так если куда-то. Ну, в общем, модуль для здоровья, да, получился? Да, именно так. Поэтому, ну, я своим ребенком, мне очень понравилось. То есть, как бы, вот ему год, ну, очень. Кто планирует и боится, может быть, там, ехать с годовалым. То есть, я советую. Потому что, ну, нам все понравилось. Мне понравилось, что Галька, он плохо ходил. Из-за Гальки он стал как-то более ходить увереннее. То есть, вот это вот еще плюс, как бы, это для меня лично. А приехали на поезде или на самолете летели? Да, на поезде мы приехали. Сильно подражали билеты? Ну, мы из Шмоленска ехали, у нас 4 тысячи стоило полтора суток. То есть, я считаю, это, ну, нормально, как бы. И три года назад, вот, подруга моя приезжала, тоже самое. И она именно по ее рекомендации. А вы на заранее купили билеты или нет? А билеты за 45 дней. А, ну вот. Поэтому нужно отслеживать, если действительно ты планируешь, если ты хочешь отдыхать, то отслеживай билеты свои, бронируй и едь. Потому что так просто потом ты не уедешь. Именно за 45 дней. Мы счастливы вам завтра пути. Спасибо большое. Спасибо за совет нашим туристам. Спасибо большое. Туристы, туристам как лучше проводить свое время на курорте Лазаревска? В первый день Лазаревска, что посоветовать для туристов именно в первый день? Что делать и чего делать не стоит? Советуем не торопиться на море, не обгорать, а пользоваться кремлями защитными. И если шторм, уже не торопиться и посмотреть, но не бежать в море. Осмотреться и понять, что делать дальше. Измерить глубину хотя бы. Хотя бы как минимум, да. И тут галька как бы не всем удобная. Как заходить в море хотя бы. И как плыть и что делать. Хорошего отдыха. Спасибо. Так, надо вот, сейчас же было круто сказано. Что нужно делать? А что не делать? Надо наоборот делать то, что хочется. Себя не ограничивать, если приехали сюда на отдых. Но ориентироваться по собственной мере. Я вернусь сюда вечером. А вы тоже пойдете? Пойдем с нами. Давай. А давайте вы что конкретно можете? Три совета. Три совета. Обязательно поехать на джипинг. Поехать на двое суток на лошадях покататься. Поплавать с ними, пожить. И съездить в Абхазию. И все это, кстати, вы можете на Лазарьскую колесе. Это сайт такой. Да. Это для тех, кто будет смотреть видео. А вот ты, что конкретно можете сказать о короте Лазарьской? Что тебе этот понравилось? Скажу только это карусе. Это карусе. Ну, хорошего вам остатка. Сколько еще осталось? Да вот, сегодня уезжаю. Сегодня уже уезжаете. Ну, замечательно. Вкусности побывали. Да. Спасибо вам. Удачи вам. До свидания. Пойдешь еще? Пошли со мной. Ну, вот люди прям хотят несколько раз сходить. Понравилось ей, да? Да, очень. Обязательно. Ну, что ж, всем привет с самого большого колеса обозрения в России. И мы взмываем в высоту 86 метров. Сейчас я вам покажу, что оттуда видно. Ну, что ж, друзья. А вот как пирс раскрывается ночью с высоты 86 метров. Именно на самой высшей точке колеса обозрения я сейчас пролетаю. И посмотреть, как интересно открывается курорт. Он абсолютно по-другому открывается, нежели чем вы покатаетесь здесь днем. Поэтому, если вы катались днем, то воспользуйтесь и есть возможность покатать с ночи абсолютно другие эмоции, впечатления и чувства ветра. Здесь, на этой высоте он чувствуется. Это дополнительно вызывает какие-то эмоции. Вот о чем говорит такое море. Спокойное, зеленое. То, что завтра будет идеальная погода. Поверьте мне, вот завтра специально сниму видео с пляжа. И посмотрите, как сбываются мои прогнозы. Ну что ж, 11 часов на дворе. И посмотрите, во что превратился пирс в 11 часов. Вечернее время. Сюда уже пришли пришвартованные. Стоят в ожидании утра и следующих пассажиров. А народ пользуется мгновением, когда набережная открыта. И здесь офигительное место, чтобы сфоткаться. Смотрите, как офигительно опять же выглядит колесообозрение. И сейчас люди здесь будут фотографироваться. Слушайте, а вот можете задать вопрос насчет отдыха в Лазаревском? Вы давно приехали откуда? Мы приехали с Ростовской области вчера. Как вам отдыхается вообще? Нам нравится. Море довольное. Даже сегодня? Просто завтра оно будет лучше в два раза, чем сегодня. Да? Оно почищено, довольное. Ну вот, значит, люди отдыхом довольны. Соответственно, народ все прибывает и прибывает. Несмотря на то, что 11 часов на дворе. И посмотрите, по этому пирсу можно не только гулять, но, я думаю, что совершать пробежки. Потому что он, когда открыт, в два, а то и в три раза больше. Что туристам вы посоветуете? Которые только вот собираются приехать в Лазаревское. Подождите, подождите, мне мыслей собрать. А это вот самое то, что когда вы не собраны, вы говорите от души. Да. А что вам, дорогие, посоветуете? Сходите во все аквапарки. Тут их три. Первый? Во все нас сходите. Во все? Окей. Мы были в двух, в третий, просто нам время не позволяет. Сходите с детьми. Сходите в парк, определите возраст и что они хотят. И самое главное, очень большой кошелек, чтобы он у вас всегда был. Это самое главное, чтобы наши дети все это увидели. Все, до свидания, спасибо. Спасибо и вам. Давай, пожалуйста. Все, пойдемте. Затем. Стой. Затем. Не забывайте, если я наконец-то. У-у-у-у. Субтитры сделал DimaTorzok